Мы сами стали теми парнями, за которых в юности хотели выйти замуж. Цитату приписывает Шерон Стоун. Кто бы ни был ее автором, характеризуя категорию «сильная женщина», он чертовски прав. Героиня сегодняшнего выпуска телепередачи «Домофон» Светлана Серикова. Успешная бизнес-фумен, заботливая мама и красивая женщина. Впервые имя Светланы Сериковой в Кокшетау и в Казахстане в целом прозвучало громко в августе 2015-го, спустя два с половиной года с момента крушения под Алматы самолета авиакомпании «СКАД». Тогда Светлана выступила инициатором создания общественного фонда «Мужская слеза» и открытия памятника в Кокшетау. Напомним, авиакатастрофа унесла жизни 21 человека, в том числе 8 окмолинцев. Самолет «Челленджер-200», выполнявший рейс сообщением Кокшетау Алматы, разбился 29 января 2013 года в 13 часов 13 минут. Выжить не удалось никому. Погибли 5 членов экипажа и 16 пассажиров. Большинство летевших в том самолете мужчины, за исключением ребенка и трех женщин. Видимо, отсюда название фонда «Мужская слеза». В черный вторник на «Челленджере» в служебную командировку летел супруг Светланы Александр. Ему было 33 года. Осталось двое сыновей. Мы все стремились к тому, чтобы это было сделано. Для нас, для всех это очень важно. Я лично являюсь, наверное, представителем, да, стала представителем общественного фонда, потому что хотелось, чтобы это вошло в память всех людей, чтобы это не осталось зачастую просто какой-то трагедии, которая прошла мимо. Продолжение следует... Продолжение следует... Тогда, в день открытия памятника, Светлана призналась, она продолжает летать самолетами авиакомпании «СКАД». Не в наших руках то, что происходит на земле и на небе, но в наших руках постараться исполнить мечты погибших в той авиакатастрофе. Например, подарить своим сыновьям счастливое детство, продолжить бизнес, начатый супруга. Александр Сериков – один из первых выпускников экологов местного сельхозинститута. У Светланы редкая для 2000-х годов специализация – менеджер-психолог. В 2005 году супруги решились открыть свою фирму, которая вот уже почти 13 лет занимается в области экологическим проектированием. На данный момент каждый из предпринимателей, каждый из руководителей понимает, что такое экология, понимает, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферу – это важно, и за них надо платить. Если вовремя не оформлено разрешение, документы соответствующим образом, это штрафная санкция, и лучше до нее не доводить. А сейчас уже это все действующий отработанный механизм. И если вдруг только появляются какие-то новые постановления, законодательства, то только тогда это имеет, скажем так, рекомендательный информационный порядок. Мы точно так же ездим по районам, я собираю своих старых добрых клиентов в одном из помещений, объясняя им, мы приходим к общему знаменателю, сдавать этот отчет или не сдавать. Я веду разъяснительную беседу, дальше начинаются просто деловые отношения, работа, как должно быть. У меня обычно, когда спрашивают, чем ты занимаешься, я говорю, я эколог по образованию и по призванию. Глядя на эти фотографии, кажется, вся жизнь этих успешных и красивых женщин сплошной праздник. Стильные наряды, роскошные прически, ослепительные улыбки. Как правило, за каждой из них стоит свой тернистый путь, непростая жизненная история, свой заслуженный путь к успеху. В Ассоциацию деловых женщин Акмолинской области Светлана Серикова вступила практически сразу, после ее основания. Светлана, она из тех женщин, которые смотрят с нами в одну сторону. В свое время, когда в 2012 году мы открывали школу женского лидерства, мы очень долго думали, какую бы выбрать эмблему. И эту эмблему одна из наших женщин попросила своего сына, заказали в Америке. Это четыре женских головы, которые смотрят в одну сторону. Светлана Николаевна один из тех людей, которых можно назвать сильная женщина, сильная личность. Светлана Николаевна. Несмотря на свою занятость, у нее несколько видов бизнеса, кроме того, наша общественная работа, она у нас очень активный член Ассоциации. Практически во всех мероприятиях принимает участие. В той же школе женского лидерства она два года подряд не пропускает занятия, постоянно бывает. Во всех наших благотворительных мероприятиях она в оргкомитете тоже всегда очень активное участие принимает. И я знаю, что она человек с хорошей такой настоящей женской гражданской позицией. За ней мы в 2015 году закрепили семью. У нас за каждым членом Ассоциации закреплена одна малоимущая или многодетная семья. То есть та семья, которая нуждается в помощи. И вот Светлана, у нее есть семья, там мама одна воспитывает трех детей. И она вот на протяжении этих двух лет поддерживает с ней отношения, помогает. И материально поддерживает, и в трудоустройстве, и так далее. То есть она, скажем так, один из наших активных образцовых членов Ассоциации. Зачем ей такой занятой понадобилась еще и общественная работа? С одной стороны, не будем лукавить, есть свой меркантильный, в хорошем смысле, интерес. Умным женщинам всегда есть чему поучиться друг у друга. Ассоциация – это новые знакомства и связи. Взаимовыручка, когда представители не слабого пола становятся взаимными клиентами. А еще это шанс делать добро, не за красивое спасибо. Ведь предназначение женщины на земле – удерживать на ней баланс, благотворить. Когда трагедия случилась, и мы установили обелиск, и все, как бы, да, миссия-то выполнена, все закончилось. И я по натуре сама в себе всегда была девочкой-активисткой. С самой школы, с самого института. Вот я впереди планеты всей всегда. Сопереживание ввиду пережитого, сопереживание. И мы просто в салоне красоты познакомились с мужчинской Леной Ивановной. Вот и все. И там вот как-то вот образовались новые связи. И один форум вместе, второй форум вместе. А когда человек ответственный, чего я требую от всех и, соответственно, требует себя, пытается на тебя возложить какую-то ответственность. И потихоньку на тебя эту ответственность возлагают. Вот и на меня возложили ответственность. Причем возложили те районы, которые действительно мои, в которых я работаю, которые меня знают. И подчас мне даже не надо что-то там звонить, говорить. Я звоню моим добрым старым клиентам и говорю, вот мы будем у вас. Вот будет то-то, пятое. И поэтому как-то легко это все дается. Здесь это больше такая душевная работа. А вот эта вот общественность, она во мне, наверное, сидит где-то вот еще с самого детства. У меня папа такой же. Зачастую чувствуешь негатив от людей. То есть ей больше заняться нечем. Есть такое выражение. Поэтому сказать, что воодушевленными мы там, не всегда так. Я буду говорить откровенно. Не всегда. Но в общем и целом это, конечно же, наверное, выход вот той душевной какой-то боли, может быть, каких-то пережитых состояний. Света воспитывалась в обычной советской семье. Отец на сегодня водитель с 40-летним стажем. Мама работала оператором на заправочной станции. Разница в возрасте с братом большая. Когда он создал семью и отделился от родителей, Светлана часто оставалась дома за старшую, выполняя всю работу по дому. Я девочка из деревни, поэтому для меня, как все говорят, мы отцахи. Да, мы действительно отцахи. Мы знаем, что такое хлеб, как он растет. Мы ездили на картошку, на свеклу. Я знаю, что это такое, как это выращивается в собственном доме. Я до сих пор люблю ковыряться в огороде. Иногда говорю маме, мама меня тянет к земле. Наверное, я постарела. Поэтому детство было веселым и тяжелым. Мы не балованы жизнью, дети. Поэтому, наверное, и есть закалка. Лихие 90-е, суровые 90-е, романтичные 90-е. Сегодня Светлана вспоминает о своем детстве и юности с благодарностью. К родителям, научившим быть ответственной и полагаться в первую очередь на себя. Ко времени, благодаря которому и сегодня в успешной бизнес-вуман живет трудолюбивая, неизбалованная девочка. Родители как могли выкручивались на тот момент. Отец остался в свое время без работы совсем. Развалилось все. Я должна сказать им огромное спасибо. Они в тот, вот тогда они не упали духом и крутились как могли. Действительно, с них можно было брать примеры. И я так думаю, что брат, что я, мы действительно брали с них примеры до сих пор берем. Они не сидели на месте. Они продавали мясо, возили его куда-то, меняли на сахар. Мы выращивали картошку. Мы дети 90-х. Когда ничего не было, когда было холодно, когда мы перешли, когда мы стали независимой республикой. Тогда и мы начинали расти. Мы ходили в школы, которые замерзали. Даже был период такой, когда родители отправили меня в Россию жить к брату, чтобы не прерывался процесс обучения. Поэтому, в принципе, суровые будни для нас, для того поколения, для нас очень хорошо понятны. У нас не было изысков. Для нас очень приятны были мандарины на Новый год. Первая шоколадка Баунти и Сникерс, наверное, до сих пор. Вкус я помню этих шоколадок. Мы продолжаемся в своих детях. Если достойно, то это счастье. Это значит, все вложено сторицей. Отзывчивая, заботливая, глубокая и легкая одновременно. Взрывная, эмоциональная. Влюбленная в жизнь во всех ее проявлениях. Умеющая проживать каждый свой день интересной и с удовольствием. Внезапная. Так отзывается о Светлане ее мама. Кто может лучше знать своего ребенка? Каждая женщина красива по-своему. У каждой свои секреты красоты и молодости. Многим они достались от мамы. Наверное, меня приучило к психологической хитрости быть всегда в форме мамы. Мы дети 90-х, когда не было возможности вообще что-то достать. Мы взрослели, когда республика отделилась и не было ничего. Мы как-то недавно с мамой просматривали фильм челночницей. Вот мама в какой-то период времени у меня тоже челночила. Потому что не было заработка совсем. И самое, все самое интересное, все самое красивое, мама привозила мне с Киргизии, с Алматы. И она меня приучала к этому. Мама приучила меня держать себя в форме. А потом, конечно, когда ты встаешь на ноги сам, когда у тебя есть возможность. Мне как-то один раз задали вопрос, зачем тебе столько туфель? Не знаю, зачем. Иногда сама задаю себе эти вопросы, зачем мне столько туфель? Потому что под каждую юбочку должны быть свои туфельки. Это, как у всех девочек, наверное, игра в куколок. Вот я до сих пор играю в эту игру. Секретов нет. Есть хорошие мастера, хороший салон. Женщина должна всегда следить за собой, вне зависимости от того, в каком она состоянии и что с ней происходит. Я лицо фирмы. Я выгляжу хорошо. Должна. Я стараюсь выглядеть хорошо. У Светланы Николаевны много забот. Бизнес, благотворительность, дети. И еще, одна из самых важных – исполнять мечты родителей. Я бы сказала так, что дочь у меня, если бы у всех матерей были такие дочери, все бы матери были счастливы. Мы уходим с ней в театр, уходим в кино. Недавно она исполнила мою большую мечту. Я очень мечтала поехать на море. И мы съездили в Турцию. Так что теперь я посмотрела море. И вот в этом я счастлива, что у меня такая дочь. Ну вот она мне сказала, теперь мечтай еще о чем-нибудь. Свою мечту я должна исполнить. Не так давно Светлана Серикова рискнула открыть новое дело в сфере досуга. Магазин товаров первой необходимости пришелся как нельзя кстати в частном секторе. Банный комплекс с уютными гостиничными номерами. В каждой детали интерьера свежесть и изысканный вкус хозяйки. Комплекс – еще одна задумка Александра Серикова, которую его супруга успешно воплотила в жизнь. Но, подчеркивает Светлана Николаевна, если бы не коллектив, будь то здешняя команда или ТО «Саис Экологи Недр», ничего бы у нее одной не получилось. Секретов нет, потому что любому успешному делу надо просто уделять время, надо уделять силы и надо прикладывать О. Все. Весь секрет успеха. Основной позицией для любого вида бизнеса, предпринимательства – это люди, это те сотрудники, с которыми вы работаете. Одна я никогда ничего не сделаю, ни с кем не встречусь подготовленной. Никогда. Я могу ехать на встречу, весь офис будет сидеть и готовить меня к встрече. Как? Я им сказала, нужна такая-то статья, нужен такой-то закон скинуть на WhatsApp, срочно. Пока я еду и это прочитаю, и я уже буду готова к встрече. Без моей команды там, без моей команды здесь мы бы никогда ничему не добились. Я иногда с ними провожу гораздо больше времени, чем дома. Они моя вторая семья, и с ними мы живем единым механизмом. И вот это, наверное, успех нас всех, ни в коем случае не мой отдельный. Деловая бизнес-мумен, такой с мужской хваткой, буквально полтора года назад, она со мной делилась мыслью, что я вот хочу дополнительно развивать свой бизнес, открыть предприятие в другом направлении, в Досугово, и уже вот в марте этого года мы были в гостях, вот в этом, как говорится, да, банном комплексе. Женская рука чувствуется во всем, ее вот творческая натура. Мы недавно были у нее на юбилее, мне очень понравилось, когда ее коллектив, говорили ей слова благодарности, и коллектив с ней чувствует себя в безопасности и в комфорте. У нее очень хорошо получается налаживать контакты. Насколько я знаю, она сейчас курирует 2-3 района, то есть районы, где есть такие же деловые женщины, и она помогает организоваться этим женщинам. Ну и вот как бы ее вклад, в данном случае в работе ассоциации, он ощутим. Светлана Николаевна, она точно олицетворение успешной женщины. Она доводит все до конца логичного. Ее целеустремленность – это один из факторов ее успеха. Второе, то, что я уже говорила, она делает это с любовью, от души. Однозначно для меня важно время. Важно распределение времени правильно, потому что между моими обязанностями, как мамы, обязательно должны быть те встречи, куда я должна успеть, и опять же быть же женщиной, быть всегда в порядке. Соответственно, на это определенное время всегда уходит. И для меня принципиально, чтобы я знала, где и когда, во сколько я буду с кем-то встречаться или решать какие-то вопросы. Зачастую я даже рисую себе в голове маршрут, как я буду ехать, и куда я заеду по пути, что я могу успеть, куда могу завести документы, где могу подписать документы, с кем могу встречаться. Но это все должно быть по курсу, по маршруту. Поэтому для меня обязательно планирование, но жесткого плана, конечно, нет. Потому что, ну, женщины наедренные. Сегодня вот у меня в планах было одно, утром я встала совершенно в другом настроении, или как-то поменялось настроение в течение дня, и потом вот это все рушится на корню, и совершенно по-другому выстраивается график. Но, конечно, в общем и целом, всегда для меня важное время. Все, что нужно для успеха в бизнесе, говорит наша героиня, ответственность и желание учиться. Но и у сильных людей бывают моменты слабости. В современной жизни не без стрессов. Спрашиваю, как справляется? Как? Плачу? Как и все женщины. Я просто плачу. Ну, честно. Я не могу ничего сказать в отношении того, что все говорят, ты сильная женщина. Да мне не сильно. Я слезокапка по-настоящему. Вот стресс, когда вот все вот так внутри тебя, прям комком сжалось, ну, наверное, самое главное, чтобы рядом были люди, был человек, с которым действительно можно себя познакомиться. Это... Я не могу сказать, что я плачу каждый день. Это бывает. Не часто. Но вот справляться помогает только вот действительно выход от этой вот всей негативной информации, эмоций и слезы, честно. А там, чтобы где-то я преодолевала спортом, как многие, там, ходьбой, пробежками или выездом в лес. Да, я кальфую от того, что мы выезжаем с детьми на природу. Да, это действительно. Но телефон не замолкает, голова болит тем, что что-то там не так, и что-то происходит. А поплачешь так хорошо, выдохнешь, и так здорово. Правда. Ну, честно, это и как есть, так есть. Я плачу. Я плачу твои руки, моя родная. Ты ничнее всех на свете, я точно знаю. Мир меня тебя дороже, в моем ты сердце. Огними меня покричи, хочу согреться. Мама, пусть она со мной рядом. Мама, мне безборщего не надо. Мама, только не грусти, Ты меня за все, мамочка, прости. Меня зовут Саша, я старший сын своей мамы Светы, представляется Александр. Несмотря на юный возраст, мальчик уже нашел себя в робототехнике, занимая призовые места на республиканских соревнованиях. И даже в Москве. Моя мама, она умная, храбрая, она всегда поддержит. Она помогает, когда тебе что-то не нравится или какие-то проблемы. Она самая хорошая. Я думаю, что она очень хорошая мама. Саша поделился еще одним своим мужским увлечением – плаванием. Я еще пока никаких мест не занял, но уже есть подвиги, признался мальчик. Его младший брат Стас, в свою очередь, рассказал о своем подвиге. Вчера, то есть после вчера сработала пожарка. Когда мама приехала, я вообще ничего не испугался и пошел спать. Я ее послушался, пошел спать, умылся, оделся в пижаму и пошел спать. Мама моя красивая очень. И мы с Аней, ну, очень любим ее. Чего ты маме пожелаешь? Здоровья. Болеть никогда. Чтобы почаще было дома. Никогда не мазалась. Не мазалась. Что такое не мазалась? Что это значит? Не мазалась. Помады. Мои сыновья, мои крылья. Я хочу, чтобы я могла летать. Я хочу, чтобы они были ответственными, прежде всего, чтобы они понимали, как тяжело и как порой нелегко достается то, что у них есть. чтобы они понимали, что за ними будущее. Что без них я не справлюсь. Что на них я могу в последующем опереться. Сейчас, на данный момент, это, конечно, высокие слова. Я просто хочу, чтобы они хорошо учились и не болели, прежде всего, потому что, когда они начинают болеть, кажется, что весь мир закончился вот в единый момент. Самое главное сейчас это хорошая учеба и их здоровье. А остальное все приложится, я думаю. Старший сын сейчас уже начинает радовать меня своими успехами. Он, наконец-то, нашел свое увлечение. Он радует меня первыми местами. В Москву привезли пятое место, Астану привезли первое место. Сейчас в Республику взяли бронз. Он приехал. Я его в понедельник встретила с медалью. Поэтому он сейчас уже начинает радовать меня. Дай Бог, я думаю, что все обязательно будет хорошо. Мечтать. Не знаю, что мечтать. Чтобы был мир во всем мире. И чтобы жизнь не приносила, не преподносила плохие сюрпризы. Чтобы на душе было спокойно. И близкие люди всегда были рядом. Остальное все заработается, придет. А материально мечтать глупо. Самое главное, чтобы в душе был покой. Мои дети, мои крылья, я хочу летать. Похоже, абсолютно все женщины мира мечтают о простом. Ну а нас ждут новые героини. До встречи в новых выпусках программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова